Всем привет! Это канал Про Цветок и с вами Дмитрий. И сегодня я расскажу о своем огороде. Опять делаем очередной обзор, а также расскажу о планах работ в огороде. Первым делом начнем с ремонтантной малины. У меня здесь посажено 5 сортов. Первый сорт это мапема, потом энросадира, самохвал, похвалинка и жаклин. Вот обратите внимание, в этом году малина довольно невысокая. Дело в том, что весной были сильные заморозки до минус трех и подморозилась точка роста. И в итоге малина стала куститься. Вот такими метелками начал нарастать. И в итоге она выросла небольшой, но уже зацветает. Что нужно обязательно сделать? Нужно провести нормировку побегов, удалить все слабые, тонкие, загущающие побеги, а также нижние листья. Потому что у нас наконец прошли дожди, стала сырая, влажная погода, тепло. И это может спровоцировать развитие заболеваний, особенно дидимелы. Поэтому обязательно нужно удалять старые нижние листья, чтобы малина хорошо продувалась, освещалась солнцем. И тогда заболевание не будет вредить малине. Совсем недавно я делал обзор на свой огород. И теперь пришло время показать результаты трудов. Хочу показать вам клубнику, которая развивалась с фасциацией, то есть когда срослось несколько цветоносов и образовались крупные ягоды. Сейчас сорву ягодку и покажу вам. Вот смотрите, какая огроменная ягода. Вот результат фасциации. Это сорт Сирия. Проявился в этом году вот таким образом. Остальная клубника, если обратите внимание, у меня накрыта белым спонбондом. Почему я так накрываю? Потому что у нас нашествие птиц. Дрозды атакуют клубнику и съедают весь урожай. Поэтому пришлось брать белый спонбонд и накрывать трясотки огорода, чтобы сохранить урожай. Несмотря на жару и засуху, лучшим образом у меня в этом году развивается капуста. Вот перед вами пекинская капуста, которую я высадил в открытый грунт 5 мая. Она уже завязывает качаны. И смотрите, какие листья, как она хорошо растет. Хотя, казалось бы, на улице жара, а капуста такая благолюбивая культура. Также очень хорошо растет кукуруза и лук. Чеснок, к сожалению, продолжает желтеть, несмотря на поливы. Но, надеюсь, какой-то урожай мы соберем. Прошлой осенью в своем огороде я высадил 8 сортов чеснока. Каждый год, кстати, я высаживаю китайский чеснок, обычный, из магазина. Этот чеснок очень скороспелый. И вот хочу показать, что уже к концу июня выросли хорошие головки чеснока. Его, в принципе, уже можно убирать. Обратите внимание, уже листья практически сухие и вот какие луковицы сформировались. Поэтому на днях буду его уже выкапывать. А сейчас мы находимся на грядке с брокколи. Эту капусту я выращиваю всегда, высаживаю каждый год. Если обратить внимание, на одних растениях уже есть с ответе, а на одних еще нет. Дело в том, что я высаживаю несколько сортов. Одни более поздние спелые, а другие ранние спелые. И когда срезаю первое с ответе, кусты я не вырываю. Всегда их оставляю на долгий период. Дело в том, что в пазуках листьев формируются новые розетки, новые с ответе. Они немножко меньше по размеру, но все же с одного кустика можно собрать 2-3 урожая брокколи. Здесь же рядом находится и грядка с огурцами. Ее длина 8 метров, а ширина 2 метра. Эти огурцы с весны были накрыты белым спонбондом, но сейчас они же раскустились и начали зацветать, поэтому спонбонд я убрал. Ночи сейчас у нас теплые, проходят дождики, и огурцы пошли в рост. Уже есть небольшая зависть, и я думаю, что через недельку я уже буду собирать первый урожай. Хочу обратить внимание на обработки от болезней. Обрабатывать огурцы нужно заблаговременно, когда еще нет никаких признаков заболевания. Если уже заболевания появились, то никакие биопрепараты, даже и химические препараты могут не помочь. Поэтому все же лучше проводить профилактические обработки. Сейчас прошли дожди, и я сделаю опять обработку сенной палочкой. Это лучший способ защиты растений от различных заболеваний, особенно от пероноспороза. На огороде, конечно же, кроме овощей у меня растут и цветы. Особенно я люблю лаванду. Это английская узколистная лаванда. В наших условиях она прекрасно зимует, растет, цветет, и своим ароматом она отпугивает многих вредоносных растений. Поэтому на огороде я иногда высаживаю такие кустики лаванды, а также бархатцы и календула. А это у меня растет лук. Посадку я проводил осенью. Я всегда предпочитаю выращивать лук осенней посадкой. Дело в том, что лук, посаженный осенью, более устойчив к заболеваниям и не поражается мучнистой росой. Перо остается зеленым практически до самого сбора урожая. И луковицы растут очень плотными, крепкими и хорошо хранятся. А сейчас я нахожусь около черной малины. Это сорт Кумберленд. Посмотрите, какая колоссальная урожайность. Вот с такого небольшого куста можно собрать примерно 30 литров малины. Очень урожайный, классный сорт. Ягода ароматная, сладкая, но отлично подходит и для употребления в все же мизе, и для варенья, и для компотов. А сейчас мы находимся в моей теплице. Здесь у меня посажено 20 сортов различных томатов. В первую очередь это высокорослые сорта, индетерминатные сорта. Большинство, конечно, сортов у меня крупноплодные. Мне очень нравятся крупные плоды. Ну, о сортах я, конечно, расскажу попозже. Когда у меня созреет урожай, мы обязательно сделаем обзор сортов. Сейчас не буду на этом заострять внимание, но скажу одно, что сейчас, опять же, прошли дожди, сырость, и может начаться фитофтора. Поэтому уже начинаем профилактические обработки. Для обработок, опять же, можем использовать препараты на основе сенной палочки, а также триходермы. А это у меня вторая теплица. Часть теплиц у меня посажены томаты, а часть перцы. Также различных сортов. Посмотрите, как перцы хорошо в этом году развиваются. Если вы смотрели наши ролики часто, следите за обновлениями на канале, то я рассказывал, как я подкармливаю перцы. А подкармливаю их я настоем из травы, то есть компостным чаем. И после под такой вот подкормки листья становятся темно-зеленого цвета, окрепнут стволы, и перцы мигом идут в рост. Поэтому, если у кого-то проблемы с перцем, листья бледные, тонкие стволики, то подкормите их компостным чаем, и будет у вас вот такой классный результат. А здесь у меня высокая грядка с арбузами. Растет несколько сортов, развивается очень хорошо, потому что почва высокой грядки хорошо прогревается, и питания хватает. На низ я укладывал различную органику, всякие остатки растительные, а сверху засыпал землей. Никаких подкормок ничего не производил. Вот так они растут, хорошо развиваются, и уже есть даже зависть. Главное в этот период пасынковать арбузы, удалять лишние пасынки, и когда завяжется плод, за плодом оставить два листочка и прищепнуть плеть. Тогда арбузы будут крупными. В прошлый раз я показывал новые посадки-голубики, где у меня растет 100 кустов. А это уже кусты взрослые, и в этом году у них очень хорошая урожанность. Вот такими вот гроздьями висят ягоды, и я думаю, через недельки-две уже ягодки начнут созревать. Кстати, вот эти кусты я буду накрывать сеткой от птиц, потому что у нас нашествие дроздов, и если не накрыть ягоду, то все они склюют. А сейчас покажу вам смородину. Это сорт Селечинская 2. Очень урожайный, крупноплодный сорт. В этом году, конечно, урожайность чуть поменьше, потому что весной у нас были сильные заморозки, и много цветов подмерзло и осыпалось. Но все равно урожай для этого года, я считаю, что неплохой. Несмотря и на заморозки, и на засуху, вот этот сорт дает такие крупные ягоды. У меня здесь посажено 5 кустов винограда. Здесь у меня гора и песок. Довольно сухо, и огород здесь попросту не растет. Ну и чтобы вырастить здесь какой-то урожай, приходится поливать и поливать и поливать, потому что песок. А виноград на таком месте растет чудесно, даже без полива, потому что у винограда очень глубокая корневая система, и он может поднимать влагу необходимую из глубоких слоев почвы. Поэтому я здесь его и посадил. Сейчас виноград нужно пасынковать. Та же, как и у помидор, у винограда образуются пасынки в пазухах листьев. И обратите внимание, если вот листочек, здесь есть небольшой пасынок. И вот такие пасынки нужно удалять. Но сразу же их удалять не нужно, спешить, потому что они должны немножко подрасти. И когда мы удаляем, оставляем у пасынка вот так один листик. Если удалить пасынок полностью, то просыпается спящая почка и вырастает опять новый пасынок. Поэтому удаляем с одним листочком. А это мое поле картошки. Здесь у меня посажено 5 соток картошки сорт Венета. В этом году у нас была жара, засуха, как я и говорил, и поэтому картошка довольно-таки невысокая. Но ботва вовсе не показатель урожайности. Сейчас уже прошли дожди и начнут активно расти клубни. Тем более погода сейчас не такая жаркая, как была. Поэтому и клубни будут завязываться отлично. Главное, чтобы не пошла фитофтора. Опять же, вот такие дожди, сырая погода могут спровоцировать развитие фитофтороза. Поэтому картошку все же желательно обрабатывать медсодержащими препаратами. Либо биопрепаратами на основе триходермы или сенной палочки. А это поле пшеницы. Здесь пару соток пшеницы я посеял просто, чтобы земля отдохнула, погуляла. Потому что в прошлом году здесь рос картофель. А зерно я дам знакомому фермеру на корм курам. А это компостная куча, на которой растут тыквы. В центре кучи я делаю такое, как гнездо. Разгребаю старый компост сухой, откидываю по краям. А внутри компост перепревший. Его перекапываю и весной высаживаю семена тыквы. И вот так она отлично растет, колосится. Просто не нужно никаких ни подкормок, ни поливов. Развивается отлично. А затем, когда летом я пропалываю грядки, кашу траву. Вот так вот эту траву я всю складирую по кругу вот этой кучи. И получается как такая теплая грядка. Несмотря на все экстремальные погодные условия, в этом году огород растет довольно неплохо. И прошу вас поделитесь в комментариях, как у вас обстоят дела с огородом и садом. Может быть есть какие-то проблемы. Делитесь своими проблемами, опытом. Помогайте друг другу и пишите все это в комментариях. Мы будем рады вам помочь. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»